У нас есть поговорка, ты можешь голову себе отрезать мне, но язык ты мне не отрежешь. Это древняя философия наша. Вот этот зажим свободы слова, вот эта вот недемократия, это не наши традиции. Мы должны по своим традициям жить, и по традициям другого народа, другой страны. Что касается именно повода, вот закрытия, я обращаю внимание, вот на протяжении последних двух-трех месяцев, именно по вопросу Украины, это уже третий случай зажим средств массовой информации. Вы все знаете, что запретили показ второй части Крым Касыма Аманжала. Вы все знаете, Амар Аманжан Байтасов выступал, что был прессинг на телеканал там, по этой причине. Вы все знаете, что 13 миллионов тенге навесили на журнал «Аназадам», который все казахи читают. Из-за именно критики политики сегодняшней России на мировой арене. Это уже третий случай. Я вот вопрошаю, у нас что, собственного взгляда нет на проблему Украины? Украина это сегодня во всем мире лакмусовая бумажка. Это во всем мире сейчас самая обсуждаемая тема, потому что происходит ломание международного права, ломание миропорядка послевоенного, которому уже 60-70 лет. Когда соседняя страна просто забирает территории у другой страны. И сейчас происходит это в Организации Объединенных Наций, на Генеральной Ассамблее. Из 200 стран всего лишь 10 стран одобрили действия Российской Федерации. Кто это? Сирия, Венесуэла, Сьерра-Леона, Зимбабве и так далее. Весь цивилизованный мир осуждает сегодняшние действия России по отношению к Украине. И Айдос Садыков, которого я лично знаю и уважаю, что он сказал? Он сказал, что Украина ведет справедливую войну. А разве Украина ведет несправедливую войну? С точки зрения устава ООН, это справедливая война по защите своей территориальной целостности. Это официальная позиция Казахстана, которой в ООН также точно проголосовал. За территориальную целостность Украины. Весь мир, даже Китай не поддержал Россию. Поэтому, если эти слова являются призывом к войне, я сейчас могу сказать, да, Украина ведет справедливую войну сегодня. Она защищает свою землю. Поэтому то, что появляется зажим по этому поводу, я считаю, абсолютно неуместным. Управление внутренней политики Алматы, я надеялся, молодой парень пришел, думал, немножечко он будет попрогрессивнее. И вот начинает вот с таких шагов. Стыдно должно быть, я считаю. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok